День газодобычика в Ямбурге прошёл с ноткой ностальгии. Атмосферу профессиональному празднику задал визит в вахтовый посёлок первого генерального директора Ямбурга с добычей Сергея Пашина. Вместе с нынешним руководителем «Газпромдобычи Ямбург» Андреем Касьяненко и коллективом компании он почтил память первопроходцев. Со многими из них Сергею Тимофеевичу довелось лично обустраивать в голой тундре быт и строить первые промыслы. Ну, трогательно. А можно подняться? Кто? Начинал со мной с 1984 года. Есть у нас? 1984-1985 год. Вот, есть. О, Наталья, привет. Вот давайте им поаплодируем. Очевидцев событий почти 40-летней давности на месторождении остаётся всё меньше. Чтобы сохранить историю и передать её следующим поколениям, в компании собирают и бережно хранят уникальные документы, фотографии, памятные вещи. Сергей Пашин с интересом ознакомился с экспозицией корпоративного музея и оставил благодарственный отзыв в книге почётных гостей. Вечером у работников предприятия была возможность узнать историю освоения Ямбурга из первых уст. Мы, когда первый промысел пускали, у нас трубы гудели, звенели, с эстакана срывались. Встреча в клубе «Юность» прошла в формате живого общения. Сергей Тимофеевич вспоминал интересные моменты северной трудовой биографии. Благодаря кому и вопреки чему удалось заложить Ямбургский фундамент. Как отстаивали вахтовый метод, как налаживали доставку грузов для обустройства месторождения и строительства посёлка. Вопросы от участников были от сугубо технических до житейских. Что мотивировало в те годы людей на трудовые подвиги? Почему первым запустили второй промысел? Дончане суеверными были. И когда они, оказывается, проектировали шахты, значит, у них почему-то первая шахта взорвалась. Вот они решили как бы уйти, от этого избежать этих суеверий и начали называть номер два. И вот они, медвежьи месторождения, они проектировали там ГП-2, здесь у вас тоже ГП-2 и где-то вроде даже на Уктыле у них тоже ГП-2. Ну, обычно вот так молодёжь как бы интересуется больше настоящим, даже не будущим. Будущее тоже не очень им интересно. А вот прошлым, чтобы интересовалось, вот это вот абсолютно трогательно и оно обязывает ко многому. Что молодёжи надо объяснять и рассказывать, и чаще с ними общаться. На вечере воспоминаний присутствовали представители молодого поколения газодобытчиков и ветераны, которые начинали работать ещё под руководством Сергея Пашина. Мы были на одной первой установке, номер два, и он же приезжал постоянно, контролировал, поэтому общались в рабочем процессе. Очень грамотный был человек, рабочий знал по именам, по фамилиям, это справедливый. Мне было интересно посмотреть на одного из людей, который создал это месторождение, обустроил всё. Вот и было интересно посмотреть не как на профессионала, а именно как на человеческие качества. Историю компании делают люди. Кому-то выпала миссия её начать, а кто-то призван её продолжить. Ну ведь Ямбарт, он же и развивается. Вы посмотрите, у него сколько впереди задач и морские месторождения, и другие месторождения. Поздняя стадия эксплуатации – это же абсолютно непаханное поле. Ею надо заниматься. Нелли Харудзинова, Денис Курдаков, Ямбург. Нелли Харудзинова, Денис Курдаков, Ямбург. 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 Продолжение следует...